Друзья, как вам известно, в России замедлили YouTube. Дальнейшая его судьба под вопросом. Поэтому, чтобы не потерять нас, смотрите наши видео на Рутуб, ВК и Телеграм. Ссылки в описании. Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Россия не пустила Японию и Германию в совбез ООН. Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки. «Наша позиция очень простая. В Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», приводит слова министра ТАС. Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь углубит несправедливость. Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также удовлетворить африканские чаяния. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем, и вот на этом бы мы и ограничились», отметил он. Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей. Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны. При этом 11 государств по плану США станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще 10 представителей должны стать непостоянными участниками. На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом Лавров указал на неспособность Запада быть решалой. «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного решала, извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация. Становилось гораздо хуже. Сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАС. Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в Палестино-израильском и европейском конфликтах. Он заявил, что за время его активной работы на международной арене не было ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему. Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию мирового порядка, основанного на правилах, которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот порядок для оправдания своих действий в разных регионах мира. Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения. По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип устава ООН – суверенное равенство государств. Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН. «Долго шло перетягивание каната. Развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антонио Гутерриш, но, тем не менее, осадок остался», – отметил он. А тем временем пранкеров Аван и Лексус успешно исповедовали и еще одного западного чиновника. На сей раз во всем признаться пришлось главе USAIDA. Он выложил все о том, что участников игр «Дружбы» не пустят потом на Олимпиаду. Сейчас обо всем расскажем, а пока. В России разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы смартфона выпускает тюменский бренд Case Guru. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще можно набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секундой синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут всего полтора дня, но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона не раздражают и не натирают запястье. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за них огромные деньги. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая стоит 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея, как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе, но стоят при этом в разы меньше американцев. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене и промокод M2409 на скидку до 500 рублей. А мы продолжаем. Генеральный директор антидопингового агентства США USAIDA Трэвис Тайгард в разговоре с пранкерами Вованом Владимиром Кузнецовым и Лексусом Алексеем Столяровым, которые представились африканским чиновникам, заявил, что те, кто примет участие в играх дружбы в России, не смогут участвовать в Олимпиаде в будущем. Видеозапись пранка опубликована в телеграм-канале Вована и Лексуса. МОК может это рассмотреть, если они почувствуют серьезную угрозу со стороны этих игр дружбы. Раньше существовало то, что называлось принципом взаимности. Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх, сказал он пранкером. Он также попросил пранкеров сообщать о российских тренерах или врачах из других видов спорта, если они приезжают в страны Африканского союза. «И если мы почувствуем, что они приезжают в Африку, чтобы делать то же, что и в России в отношении допинга для спортсменов, мы сможем действовать в этом отношении, будь то тестирование», подчеркнул Тайгард. Он также счел, что нужно преследовать врачей и тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой. «И они обращались с ней, Валиевой, как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая это все поддерживала и позволила этому случиться. Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто какие-то умозаключения и косвенные доказательства. И на данный момент я… мы этого не видели», – сказал Тайгард, попросив пранкеров помочь со сбором доказательств. Ранее Международная ассоциация дружбы IFA после консультации с рядом спортсменов и федерацией предложила перенести Всемирные игры дружбы на 2025 год. После этого Министерство спорта России предложило признать утратившим силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении игр дружбы в 2024 году. Генеральный директор Оргкомитета игр дружбы Дмитрий Путилин допустил перенос соревнований на 2025 или 2026 год. Он заявил, что в 2025 году есть временной слот – конец июня, начало июля. Организаторы ждут публикации международных календарей на 2026 год, чтобы предложить возможные решения. А тем временем Лондон начал чудить не по-детски. Тройной удар лейбористов заставил собирать вещички и уезжать из Британии самых богатых жителей страны. Нет, это не кремлевская пропаганда, а заголовок статьи, которую опубликовало агентство Bloomberg. Это даже слегка шокирует. Обычно благоразумные страны делают все для того, чтобы максимизировать инвестиционную привлекательность и хотят, чтобы все деньги мира, неважно, чистые или грязные, стекались к ним. А вот Британия, похоже, просто целью задалась изгнать всех богатых людей, да еще и заставить их вывести капиталы из страны. Богатые жители Британии массово покидают страну. Некоторые просто обналичивают инвестиции в Великобритании и едут прочь. Другие же, от отпрысков сверхбогатых семей до боссов лондонского Сити наметили или уже реализовали свою стратегию выхода из британских активов. Об этом свидетельствуют отчеты примерно трех десятков консультантов по вопросам благосостояния и состоятельных людей, с которыми на условиях анонимности пообщались обозреватели Bloomberg, пишет издание. Забавно, до чего же мало времени прошло от того момента, когда у нас в России считали Лондон чуть ли не меккой, где гарантирована полная безопасность капиталу. И до тех дней, когда из Лондона начинают разбегаться богатые люди, когда-то тоже верившие в эту сказочку. Хотя есть очень большая вероятность того, что это до всего мира дошло, что пора уносить ноги из Британии, но наши дорогие либералы и олигархи все еще стремятся туда. Ну а что? В конце концов, Запад вообще всегда был для наших светлолитких ребят не столько местом для инвестиций и безопасной жизни, сколько религии и почти философской идеей. «Люди просто уезжают», — сказал Басим Хайдар, нигерийско-ливанский предприниматель, который переезжает в Грецию после двух лет жизни в Лондоне. Утечка мозгов — это одно, но утечка богатства — это уже совсем другая игра. «Для самых богатых самые спорные планы Великобритании включают 40-процентный налог на наследство на офшорное богатство и удержание процентов в части инвестиционного дохода, делимого между управляющими фондами, облагаемых налогом по ставке 45%, а не 28%, как было до настоящего времени», — пишет Блумберг. «Впрочем, этого Лондону, похоже, мало. Там уже действительно какая-то утрата здравого смысла случилась. Они покушаются не только на деньги, но и вообще на все, зачем раньше ехали на Туман и Альбион. Потому что вторая часть — это образование. Это может показаться безумием, но на образовательные услуги, которые в Британии и так одни из самых дорогих в мире, правительство собирается ввести еще и дополнительный 20-процентный налог. Все эти факторы вместе делают просто невыгодным проживание в Британии для иностранцев, поэтому они столь массово и покидают страну, вместе со своими деньгами, разумеется. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.